Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем новую серию. Заранее извиняюсь, если будут какие-то помехи с микрофоном. Микрофон поменять постараюсь в ближайшее же время. Но пока что вынуждены делать так. И эта серия будет по Hearts of Iron 4, тестовая. И, значит, здесь я попробую вам немножко продемонстрировать, что это за игра. Кто не знает, многие очень знают. И поэтому просто постараемся сделать интересную кампанию. Значит, во-первых, я буду играть с максимальными бонусами для всех стран, крупных игроков. Япония. Ну, Китай поставлю только до половину. Хотя нет, знаете что, поставлю полную. Потому что я собираюсь играть без исторических фокусов АИ. Почему? Потому что, в принципе, игровой баланс сейчас таков, что... В общем-то, что союзники, что Коминтерн достаточно легко побеждают ось, страны оси. И, в принципе, на этом, как бы, вся игра заканчивается. Остаются два блока, которые, ну, обычно, если вступают в конфронтацию друг с другом, то советы из-за плохого АИ-советов очень быстро просто валятся с ног. Значит, естественно, ветеран. Я буду играть за Италию. Почему именно за Италию? Ну, как бы, скажем честно, за союзников играть просто неинтересно. Потому что за Соединенные Штаты понятно. У них огромный потенциал индустриальный. Быстро его развиваешь. Потом можно весь мир легко захватить. За советы играть тоже неинтересно. Потому что я, может, и сделаю кампанию, как бы, на максимальной сложности. Но, опять же, реализуя огромный свой промышленный потенциал и то, что страны оси обычно уже вовлечены в войну с союзниками. Легко можно сначала от обороны сыграть, потом очень быстро все захватить. Захватив большую часть оси, потом разломать союзников. Как бы, проблемы не вызывает. За изначальных союзников без Соединенных Штатов тоже легко выиграть. Просто останавливаешь захват Франции. Устроив здесь фортификационный ансамбль за Францию или за Британию. Просто прислав свои воздушные силы и немного войск для того, чтобы помочь АИ французскому удержать точки, кроме линии Мажино. За немцев тоже, как бы, все достаточно просто. Это главное уничтожить союзников до вторжения в СССР. И дальше это, как бы, все простенько. Япония достаточно интересный, может быть, выбор. Но, опять же, там есть свои пути решения проблемы с Соединенными Штатами. Италия имеет достаточно низкий промышленный потенциал, тяжело с ресурсами и не имеет большого количества людей для войны. В общем, мы попробуем. Значит, в самом начале, в 36-м году, в январе, Италия стартует, уже будучи в войне с Эфиопией. И это... Собственно... Сейчас, секунду. Основная проблема. Значит, во-первых, мы соберем все свои итальянские флоты в одну кучу. По-моему, я не все собрал, но да ладно. Может быть, и все. Ладно, не суть. Найдем. Что у нас с авиацией? Авиаций достаточно много. Для начала нам понадобится просто, чтобы штурмовать Эфиопию. Соберу все самолеты в одно место. Там разберемся, что, как и где. Значит, что мы имеем? Здесь у нас 4 дивизии. Вполне достаточно для начала. Чтобы прикрыть эту часть, основной пуш, предположительно, будет с этой стороны. Единственная проблема, что у нас здесь может быть, это проблема снабжения войск. И придется прорываться через горы. Единственное, что, пожалуй, я потише сделаю немного музыку. Не знаю. Я вроде протестировал в начале микрофон, как у нас что работает. Так, это предположительно начальное. С этим мы еще вернемся, разберемся, как говорится. Значит, вкратце, суть экономической составляющей игры есть. Гражданские фабрики, военные фабрики и токи. Военные. Для производства кораблей, значит, гражданские фабрики строят все, что только можно строить на карте. Военные, соответственно, строят вооружение. Доки, понятно, строят корабли боевые. Можно строить порты. Различные виды фортов. Морские наземные. Аэродромы. Инфраструктура. Это просто дороги. Железные дороги и противовоздушная оборона наземная. Наземная. Позже появятся ротары. Значит, по поводу производства. Есть такой прикол, что чем выше в регионе уровень инфраструктуры, тем быстрее там строятся фабрики. Иногда есть смысл вложиться в инфраструктуру сначала, чтобы потом быстрее там строить, собственно говоря, различную индустрию. Будем ли мы это делать с самого начала? Я даже не знаю. Где-то я читал, что строить инфраструктуру выгодно там, где будет от пяти фабрик построено выше. Сам я калькуляции не делал, но положимся на это. Значит, максимально возможное количество фабрик в регионе зависит от его типа и является ли он, собственно, захваченным или своим национальным регионом. Если можно так называть. Core. Core territory, это называется на английском. У меня ужасное, естественно, произношение. И есть смысл строить инфраструктуру в регионах с большим лимитом. Хоть он и заполнен, но вот эти вот, допустим, два региона, но в последующем технологии позволяют в них строить еще больше. Значит, где мы будем обустраиваться? Раз, два, три, четыре. Вот эти четыре региона. В них мы построим некоторое количество гражданских фабрик для экономики, а потом мы дополним вот эти. Вот это вот наш план на начальное развитие будет. По технологиям, технологии разбиты на множество групп, инфотерия, вспомогательные войска, танки, артиллерия. Ну, не только танки, здесь и самоходные, также есть установки. Артиллерия, доктрины наземные, то есть это, грубо говоря, работа генштаба. Соответственно, модели кораблей, морские доктрины, модели самолетов, воздушные доктрины, инженерия. Да. В общем-то, электронные больше технологии, здесь же атомные и ракетные технологии, и, собственно, продакшн, индустрия. Базовый старт это технологии. Индустрия. И по наземным доктринам я переключусь с Гранд Баттл Плана на Супер Эр Фейр Пауэр. По-моему, это делается вот так, и вот так можно в начале игры сменить. Да. Почему? Потому что стартовая технология в Гранд Баттл Плане, в принципе, дает энтреншмент. Он энтреншмент это окапывание, если можно так перевести. Суть этого параметра означает, как глубоко и хорошо умеют строить оборонительные позиции ваше войско. В принципе, мы будем играть агрессивно и наступательно, это нам не особо поможет. Вторая вещь это планирование. Что такое планирование? Когда мы выдаем, допустим, вот как здесь приказ, вот у зеленой армии есть приказ, это их фронтовая линия, здесь у них линия наступления. В общем, с течением времени, когда дивизия не атакует и не перемещается, она получает бонус планирования, который растет каждый день, то есть они планируют свои последующие наступательные операции. Впоследствии в бою этот бонус будет потихоньку тратиться, но процент, который успел быть накоплен, он будет добавлять к статам этой дивизии в бою. В общем-то, эта ветка очень сильно сфокусирована на планировании сначала операции, а потом проведении этих операций. Superior Firepower, в принципе, сориентирован больше на то, чтобы дивизии просто наносили больше дэмэдж и на активное использование артиллерии и вспомогательных батальонов. Ну, в общем-то, я думаю, что мы начнем прямо с самого старта развивать их. Дальше. Национальный фокус государства. Вот это дерево национальных фокусов. Каждый делается по 70 дней и при выполнении что-то дает. Значит, что нам нужно? Эфиопия, эфиопская военная логистика. Здесь у нас фабрики, что очень хорошо. И экстра-ресерч-слот. Я собираюсь его рашить как можно быстрее. Дальше мы получаем инфраструктуру, нефть, синтетические очистные сооружения. То есть синтетическая нефть и резина. Чего нам, конечно, хватать не будет. Дальше посмотрим. Но сначала, конечно, нам нужно заняться нашим производством. Что у нас тут? Значит, национальная. Единственный процент это... В общем, соцсет в том, что у вас есть ваши именно итальянские города, да не захваченные. Они, каждый, являются виктори-поинтом, так сказать. У каждого есть свое количество очков. В общем-то, возьмите все вот эти очки с виктори-поинтов. Это 100% вашей страны. Когда у вас захватывают больше процентов, чем у вас есть национального единства, вы капитулируете. По очкам считается, не по количеству самих точек. То есть потеря Рима, которая в 40 очков, в 4 раза страшнее, чем потеря Венеции, которая 10. И в 40 раз страшнее, чем потеря Тоскании, которая 1. Так, значит, у нас есть войска дома. Какие-то... Да, ладно, сейчас сначала. Что мы производим? Снаряжение для пехоты нам нужно будет. Что-то очень много грузовичков мы фигачим. Вспомогательная. Легкие танки нам понадобятся. Клоус-эйр-суппорт. Это по факту штурмовики и пикирующие бомбардировщики у кого что. Так, нам понадобятся файтеры. В чем разница? Ага, это прокачанный вариант. Значит, вот этот убираем. Нейвл. Нам понадобятся однозначно файтеры. Нам понадобятся однозначно морские бомбардировщики. Вот. То, что без авиации нам будет тяжко. Дальше что? Ну, в принципе, бомберы тактические мы обойдемся. Танки ничего лучше нету. Артиллерия. Мы строим вообще артиллерию? Или мы на нее... Да, мы итальянцы, я понял. Значит, артиллерия крайне важна будет сначала. С самого начала игры. Значит, что в производственном экране? Здесь можно до 15 фабрик разместить на производство чего-то одного. Тогда нужно будет, если больше, ставить еще одну линию производственную. Есть параметры такие, как, допустим, эффективность работы фабрик. Да, грубо говоря, factory output, вот, плюс 5% у нас сейчас. И эффективность производства. Эффективность производства, вот мы только стартанули делать артиллерию, она 10% будет. Она будет очень медленно расти. С фабрики, назначенной на эту линию, изначально, вот, каждая новая фабрика, когда стартует что-то производить, у нее эффективность всего 10%. И она растет постепенно, очень медленно. Это забавная такая механика, при которой порой выгодно продолжать производить старое оборудование, но с высокой эффективностью, его будет тоннами производиться, чем переводить на новое оборудование фабрики. И ждать, пока они наладят производство. В общем-то, что у нас сейчас с истребителями происходит. Так. Ну, сейчас посмотрим, что у нас за дивизии. Дивизия до инфотерии. Это какая-то ужас. Дивизион, какие-то дивизии так себе, хлипенькие. У нас есть кавалерия, чтобы я ее не видел. О! Единственный, кто у нас с артиллерией, это, собственно, горнострелковые дивизии. Танки у нас... Ну да, короче, одно название. Четыре батальона кавалерии, два батальона моторизованной пехоты и один батальон легких танков. Ну, будем считать, что это танковая дивизия. Значит, вот эта дивизия у нас будет предположительно для охраны портов. Сделаем ей какой-нибудь ужасный значок, чтобы было понятно сразу, кто есть кто. Это наша основная пехота, шесть батальонов. Вот это вот основные батальоны боевые, шесть батальонов пехоты и поддержка, это инженеры для окапывания и штурма укрепленных позиций. Что с эквипом? Как обычно, не хватает. Ну, вот это, конечно, пехотная дивизия, это трэш. Господа, с этим надо что-то делать. Монтанеры, конечно, прикольная тема, но у нас артиллерии нету на них свичниц. Да, в общем-то, будем артиллерию делать, я так чувствую. Угу. Мне не хватает Тунгстона. Олова. Если я не ошибаюсь. Ну, ладно. Без одного олова. Если не хватает ресурсов, как бы эффективности и... Рост эффективности и само производство страдает на определенный процент. Если нет ресурсов вообще, производство, в принципе, останавливается. Таких вещей, допустим, как самолеты, там, танки и так далее. Куда еще две фабрики запихать? Я очень сильно люблю играть с различными суппортовыми компаниями, поэтому я думаю, что можно начать накапливать... Нет, 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 нам нужна артиллерия. Артиллерия нужна в большом количестве. Так, теперь по морскому производству. Значит, достраиваем то, что уже строится. Куда уже потрачены ресурсы. Единственное, что вот второй достроер, Рост Минис, мне здесь не нужен. Просто, в общем, достраиваем то, что есть. Потом мне нужно будет конвой. Конвой используется, выглядит, для перевозки ресурсов при торговле и снабжения войск, которые от метрополии далеко. В общем-то, все саплаи для войск, они как бы производятся в столице и оттуда уже путешествуют по регионам. Вот можно видеть вот стрелочку, куда им нужно ехать. Это влияет, естественно, уровень портов и инфраструктура. Как много саплаи мы можем перевозить куда бы то ни была. А теперь вот я хочу все вот эти наземные войска, которые у нас есть, пожалуйста, в отдельную кучку ГОП. И все давайте в Рим. Посмотрим, с чем мы вообще имеем дело. Что у нас есть. Так, тут что у нас есть, войска наземные? Нет, здесь у нас флот, у нас парочка островов здесь, базы. Ну и, в общем-то, все, что есть у Италии. Да, я бы все дивизии, по сути, наземные распределил. Да. Что у нас сапплаями здесь? В принципе, можно еще будет прислать под Сантре. Но пока пусть они планируют, значит, что у нас с генералами есть. Генералы бывают двух видов. Это просто генералы и полевой маршал. Генерал может командовать 24 дивизиями, полевой маршал бесконечным количеством. Но, естественно, для небольших пачек генералы лучше, потому что перки у них весьма хорошие получаются там. Так, Manpower это вторая проблема Италии, с которой мы столкнемся. Мы уже на Limited Conscription, 2,5% призываем людей в нашу армию от общего числа населения. И, собственно, Manpower будет большой проблемой для Италии. Мы не сможем себе позволить, вообще-то, воевать сильно уж тупо. Потому что чем больше населения мы начнем призывать в свою армию, там Extensive Conscription, Service by Requirement, All Adult Served, тем сильнее будет страдать наше производство. Потому что, грубо говоря, мы выгребаем всех нормальных людей в армию. Так, ну, подготовка, по-моему, закончена основная. Можно начать. Здесь я не хочу через горы наступать без планина бонуса вообще. Как-то мне эта идея не нравится. Хотя у Эфиопии не сильно поначалу есть какие-то силы для обороны. Но, тем не менее. Так, здесь мы закрыли, чтобы нас не выбили Эфиопы. Сколько у них военных фабрик? Две военные фабрики на 14 дивизий. То есть. Так, где мы? Самоли. Самоли летят еще, да, небось? Из Италии. Да, то есть максимальную поддержку с воздуха нужно обеспечить своим войскам. Что, все прибыли? Все еще летят некоторые товарищи. В общем-то, бронетанковые войска плюс воздух по максимуму для сокращения просто потерь. Наша основная задача это сокращать потери максимально, насколько это возможно. Потому что майн-пауэр у нас кончится и кончится быстро. Вот, бонус уже накопился. 33 процента. Так, Самоли. Это наш Фиацер, чтобы я еще знал, что это за самолеты. Вообще в итальянских самолетах абсолютно не разбираюсь. Это что? Нейвл Бомбер. Так, ну, Нейвл Бомберы пока отправляются в резерв, они нам не нужны. Ты кто такой? Клоус Эйр Супор, Тактикал Бомбер и Файтер. Так, ну, во-первых, доводим до меняемого количества, что Файтеры. Файтеры мне хватит две сотни вполне на этом аэродроме. Остальное забьем Тактикал Бомберами, коих у нас есть, как бы, некоторое количество. В общем-то, здесь да. Здесь да. Так, и здесь я размещу еще истребителей в сотку. Чисто для прикрытия вот с этой части. От воздуха. Пусть они отстреливают все, что движется. Вы, ребята, все сюда. Соответственно, ваша задача поддерживать наступление максимально. И у нас превосходство в воздухе над Эфиопией. Ресурсов не хватает. Не строим Тактикал Бомберов, но это нормально. Да, ресурсов не хватает конкретно. В первую очередь, нефти не хватает ни на что. Но будем пытаться с этим жить. Так, когда это все закончится, у нас 11 дук-ярдов. Конвои строятся. Ну, пусть строятся конвои. Посмотрим, что у нас вообще будет. За флот. Что нам нужно достроить для флота. В принципе, эсминцы есть. Тяжелые крейсеры. Подлодки. 51 штука. Выделим их в отдельную группу. Да. К сожалению, кириллицу не поддерживает. У нас есть, возможно, адмирал специально... Нет, у нас нет адмирала специально заточенного под командование под лодками. Так, ну, пока что... Так, на случай... Если вдруг разразится война, они будут здесь ловить вражеские конвои. Флот. Нехватка тяжелых кораблей. Нужны авианосцы по-хорошему. Обязательно. Хотя бы даже для прикрытия от вражеской авиации. Потому что иначе придется с земли прикрывать флот. А это не очень эффективно, учитывая дальность действия самолетов. Что может быть проблемой. Так, соответственно, весь этот флот вот к этому названию прикрепляется. Не знаю, как еще это обозвать. Так, отлично. О, эфиопцы решили поатаковать нас немного. Ну, пусть. Значит, параметры дивизии. У дивизии есть два основных показателя. Организация и сила. Сила это, грубо говоря, численный состав дивизии. До 100% может быть. Это также отражает на том, с какой силой дивизия дерется. И организация. Это, грубо говоря, мораль. Организация падает до нуля. Если дивизия атаковала, она перестает атаковать. Если дивизия обронилась, она отступает. Соответственно, организация восстанавливается достаточно быстро с течением времени. Но сила требует восполнения материальными и людскими ресурсами. Так, ну что, поехали. Тем более, босс как контратака. Значит, здесь видно, что наши самолетики помогают немножко наступающим войскам. Что-то там бомбят. Вот три наши дивизии. Две вражеские. Следующий важный показатель. Ширина боя. Значит, есть вот базовая ширина боя. Когда вы атакуете из одной провинции в другую. Если в эту провинцию атаку поддерживать еще из соседних, то она будет увеличиваться. Соответственно, у дивизии есть ширина, которая им необходима для участия в бою. Иначе они будут в резерве. И вот эта цифра 80 стандартная. Плюс 40 за каждую дополнительную провинцию, которой еще идет атака. Получается, что дивизии желательно иметь кратные 40 или 20. Ну или десятки, если уж так с ресурсами не очень. А нужно много дивизий для прикрытия фронта. Для чего? Для того, чтобы они нормально вмещались. В ширину боя. С этим мы поработаем еще, когда закончим эту войну. И дивизии свои модернизуем за счет армии экспириенса, которую получаем в боях. У дивизии есть два вида атаки. Это софт атака и хард атака. То есть легкая и тяжелая атака. Грубо говоря, легкая это против пехоты, артиллерии и прочих таких небронированных вещей. Хард атака для танков и самоходов. Чем более дивизия оснащена тяжелым вооружением, тем меньше у нее процент мягкости, так скажем. Вот здесь он изображен. Наша пехотная дивизия имеет 100% мягкости. Грубо говоря, этот процент обозначает, какой процент каких атак дивизия получает. Если 50% софт и хард у нее составляющих, то тогда она будет получать 50% софт атак вражеских, 50% хард атак. Почему хорошо включать бронетехнику в бой в своей дивизии? Потому что софт атак гораздо легче получить, чем хард атак набрать. Соответственно, бронетанковая дивизия будет получать намного меньше урона, дольше будет сражаться, теряя меньше организации и силы в бою. Ну и, соответственно, успешнее действовать. Тут мы уже взяли один город в Эфиопии и, собственно, Харар и Адис-Абеба скоро тоже будет наш. Они пытаются прорваться на другой части фронта, сконцентрировав войска. Но это ничего страшного. Почему? Потому что задача вот этих вот четырех дивизий просто держать противника, пока мы не возьмем его в столицу и не заставим капитулировать. По потерям пока все зашибись, конечно. Ну, здесь, да, они прорвались. Ничего удивительного. Просто их тормозим, несмотря на то, что у этой атаки нет никаких шансов. Все. Эфиопию взяли. Значит, Эфиопия даст нам немного народа для армии 5000. Даст нам две фабрики и две резины. Так себе завоевание. Так, отправляемся в Италию. Да, логистика немножко опоздала к моменту, когда она нам понадобится. Так, самолеты отправляем в резерв. Убираем их с активных задач. Почему? Потому что самолеты, каждый раз совершая вылет, имеют шанс упасть на землю. Ну, сломаться, грубо говоря. Мы начнем производить танки, насколько возможно. Я сейчас не закупаю ресурсы у других стран, нехватающие для производства. Почему? Потому что 8 штук ресурсов стоят одну гражданскую фабрику. У коих у меня свободных только вот 13 работают на, собственно, строительстве. И я пока что хочу вложиться в развитие вот этой вот экономической базы. По поводу гражданских фабрик. Есть такая вещь, как потребительские товары, которые необходимо производить. Количество процентов зависит от закона по экономике. Полная гражданская экономика и виды мобилизации общества на войну. В общем-то, берется общее количество военных и гражданских фабрик. И процент от их общего количества необходимо количество гражданских фабрик для поддержания, мол, нужд населения, скажем так. В данном случае мы 9 фабрик гражданских на это тратим. Из наших 22. Соответственно, на строительство у нас только 13 работают. Что, конечно, не очень. Но мы чуть-чуть добавили себе мощностей за счет Эфиопии. Население 5000. Даже на одну дивизию вряд ли хватит. Так, у нас есть Армия Экспириенс. Политическая сила растет. Про нее сейчас расскажу. Армия Экспириенс это необходимая вещь для того, чтобы модернизировать наши дивизии. Модернизировать, господи. Дивизия Инфотерии. Стандарт. Пока что не буду тратить. Мне мало для того, чтобы что-то сделать. У меня мало артиллерии для того, чтобы сделать дивизии нормальными. Значит, какой у нас будет план? План быстрое расширение в начале использования чужих ресурсов для подготовки к войне. Электроник Механикал Инжиниринг дает ресерч. Тайм минус 2%. Отлично. Продолжаем бафать себе ресерч. Фокус на дальнюю перспективу. А тут ветеран. О, блин. Я случайно себе бонус улупил. 25%. Ладно, попробуем. Будет такая easy кампания. Вообще нефиг делать. То есть, те бонусы, которые я раздал, а и огромные в начале слайдеры в круче, на самом деле влияют и на нас. Тоже. Откуда и политическая сила у нас растет. Значит, политическая сила нужна для того, чтобы создать прецедент для войны против кого-то. И она нужна для того, чтобы брать различных советников и так далее и тому подобное. Менять мобилизационные законы по людям и по производству и так далее и тому подобное. Да, в общем-то, такая пробежечная игра, значит, будет. Ну, посмотрим. Так, что у нас есть за варианты здесь. Есть такой классный парень, называется Silent War Horse. Он дает очень неплохо политикал пауэра прирост. Но, к сожалению, его у нас нет. Мы будем брать Captain of Industry. Мы сейчас строим инфраструктуру и гражданские фабрики. 10% дополнительного скорости строения нам даст очень много. Мобилизационные законы, военную экономику мы сменить все равно не можем, чтобы это улучшить. Поэтому, да. Пусть вот это все быстрее построится, что у нас есть. Так, я где-то сделал уже 100%. Да, 100% у нас в Latium есть. То есть, мы можем начать сейчас делать эту гражданскую фабрику. 73 дня. Следующая будет Toscania. Вот так сделаем. Эмилия Романа. Пусть начинает делаться. И вот так вот Венеция. Все. Вот. Это вот краткий экскурс. Первый эпизод. Во втором эпизоде я начну готовиться к вторжению Югославии. То есть, вообще, план у меня Югославия, Романия и, скорее всего, Греция. Причем, напасть достаточно рано, чтобы они не присоединились к союзникам. Показатель обсудим горелки мира. World tension. То есть, мировой напряженности. Вступление в различные альянсы. Почему именно эти три страны? Югославия решает любые проблемы с алюминием и хромом. Румыния решает проблемы с нефтью. Греция решает частично проблемы с оловом. И другими ресурсами тоже помогает. На этом пока все. Спасибо, что посмотрели. До следующего эпизода. Тогда. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok